Всем привет, друзья мои. Посмотрите, сейчас сколько? 32 градуса. Время сейчас тоже покажу, что самому интересно. 7 часов 18 минут. Вот то самое время, когда нужно купаться. Вот когда все занимаются спортом, более-менее оживлённо в Мерсине. Вот эти люди купаются. Я сейчас присоединюсь к ним. Море чистое, чистое. Занимаются спортом. 7 часов здесь оживлённо. С той стороны тоже смотрю очень много. Душ принимают дедульки. И всё, я пошла тоже. Присоединюсь к их команде. Голос такой ещё проснувшийся стала силой. Потому что хочу очень скупаться в чистом море. Всем привет, друзья мои. Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Люди всё приходят и приходят. Море обалденное. Чистое. Тёплое. В основном пенсионеры. Купаются на этом пляже. И я. По дороге до дома наконец-то чистят нашу эту речку. Вчера целый день работал и трактор там дальше. И сейчас вот чистят. Я знаете, что не могу понять? Как он сюда спустился. А ещё там дальше и грузовик всё это погружал. Посмотрите, как классно. Молодцы. Молодцы. Сейчас хоть не будет здесь лягушек-факушек. Здесь грузовик. Как он доедет? Как он тоже попал сюда? Молодцы, ребята. Это молодцы. Вот видите, вот такие вот люки. По ним сточная вода. После дождей всё в эту речку. Так, ну вот я дома. Аж крем встал. Будем готовить вместе с вами. Не поболтаем заодно. Завтрак. Ну, что делаю? Прежде всего чай. Сейчас, значит, сюда положу чаю в заварку. Жарко, извините, но по-другому никак. Вот столько я беру. Насыпаю в заварник. И зайду кипяточек. Косику положила абрикоску. Черешню он так хорошо кушал. Аж ему сейчас запеку один баклажан. И пожарю картошечку. На завтрак. И заодно сами поболтаем. Общалась с подружками. И вот насчет открытия границ. Пока такой даты точно, видите, не знают. Но вот вчера одна моя знакомая, партнёр, она сказала, что вроде бы открыть доступ. Но насколько это правда, не знаю. Ну что, когда-то всё-таки тоже попадёте. Я тоже вот жду, пока откроют границы с Грузией. У нас сейчас такие планы, я рассказывала или нет. Мы хотим скоро поехать на Курбанбайрам, Анынчику, Бабачиму. Соскучились мы за Бабачимом и Анынчиком. Соскучилась, пожалуйста, с подавшими зрителями. Баклажан я что делаю? Накану несколько. И отправлю его на газ. Газ только почистила. Опять испачкается. Сегодня я буду готовить. Фасоль, потому что два дня мы кушали грибаб. В общем, такие у нас планы. Наверное, после 20-го мы поедем к родителям. Гигасика оставим со злем. Созлем оставим гигасика. Цветочки попрошу соседей, чтобы смотрели. Сейчас себе заварю такой чай. Я ещё ничего не кушала. Чай вот такой я пью. Форму. Ну, не то, что у меня там сейчас похудение или что. Иногда пью. Не каждый день не пью. Для профилактики. Так. И... Попрошу соседку, чтобы она поливала. Я один вечер не полила. Почти все засухали. Все позасыхали. Нужно постоянно контроль. Воду я, значит, набираю отсюда. Вот эту воду постоянно, вот таким методом, способом накачиваю. Как мне написал там один, вы на трансвестиста и качок. Вы похожи на токачок, вы смахиваете на трансвестиста. Но что делать? Конечно, я качок буду. А я хочу, чтобы у меня было мускулы, чтобы силы были оборониться. Вдруг какая ситуация в жизни. А я тут накачиваю, видите, как все замечается. Так, ну... Одну большую, одну маленькую картошечку. А сама хочу... Фрукты покушаю. Я ни на какой-нибудь диете, вы спрашиваете. Просто само по себе сейчас не хочется... У нас не так сильно. В квартире у нас не жарко, с Сашкой вам. У нас очень хорошее расположение квартиры. Просто на улице очень жарко. У нас будут сквозняки. Покажу вам сейчас вообще супер, как баклажанчик жарится. Вы не слышите запашок. Вот, посмотрите, кто там кричит? Хулиган мой, а? Видите, балкон. Здесь я занавеску шняла и пока не повешу, потому что нет необходимости. Кто там кричит? Вы видите этого хулигана? Насчет мангала вы спрашиваете. Да, у нас на балконе мангал, но... Не пользуемся им мы часто. Ну, зачем нам нужно сейчас на двоих? Это когда гости придут, другое дело. И то Ашкин начал им заниматься. Когда часто не делаешь, не мог угли эти, чтобы разгорелись, целая проблема. Но потом сделали все-таки. Все у вас есть. Покажу вам потом, как и что. Соседи очень часто пользуются. У них гости постоянно там. И они многодетные. Я смотрю, вот напротив сирии живут многодетные. Там, наверное, 5-6 детей только. Конечно, они будут делать мангал этот. У них всего есть полно. Девочки, мальчики. Хочу кушать. Буду готовить Ашкину Лобью. Сделаю мало на одну порцию. Вот завтрак готов. Моему любимому Ашкину. Я сделала баклажан. Так просто. Чесночок, соль и все. Ему все просто. Он не любит разных этих сыр. Маслины зеленые, черные. Закончусь, друзья мои. Одна девушка порекомендовала мне изменить название моего канала. Угодить. Как угодить Ашкину. Так я отвечаю ей и другим тоже. То, что делает Ашкин для меня. Если бы для вас делал столько мужчина, вы бы тоже его угождали. Так что вы не переживайте. Я готовлю не только для него, но и для себя. Я прежде всего хозяйка и жена. Подруга. Ты откуда пришел, Нереден Гельденсен? Я уснула, представляете? А он пришел от парикмахера. Берберден? Берберден. Сиджак, Машка. Сиджак. Климат чалышьер? А, климат, кондиционеры работают. Вот так оди колоннами обрабатывает себя. Не гюзлили куьерс вон себе, колонне. Душь, да, надо душ, конечно. Да, гюзлили, беним гиби, Ашкем. Как у меня вышла. Ай, нет, модельки снижают. Как у меня вышла прическа. А мы сиджак, ты или, чок, гюзель шиб, ты? За свою стрижку в салоне Ашкем заплатил 30 лир. Вот мужчин, насколько дешево подстригают, чем и женщин, да. Женский парикмахер берет, конечно, намного дороже. Сейчас я готовлю фасоль зеленую, свежую. И приготовлю плов. И, как я обещала, я покажу, как я его готовлю. Мастер, ламастер. Ашкем. Вот, видите, мой муж какой умный. Он очень хорошо разбирается в этом. В электронике, да, можно сказать. Деловой, ашкем деловой. Вот здесь варится фасоль. Посмотрела еще рецепт на ютубе. Немножко изменила его. И одеваю по-другому. Посмотрим, что получится. Аромат супер, конечно. Для того, чтобы приготовить такой рассыпчатый вкусный плов, вам понадобится вот стакан такой риса. Я его не промываю. Просто заливаю кипятком на 5-10 минут. Накрываю крышкой. А также для плова вам понадобится масло сливочное. Шихрие по-турецки. Это такая лапша. Шихрие это лапша. Тонкая в вермишине. И вот такого вот вида. Я всегда делаю или с одной, или с другой, или комбинирую с двумя. Сейчас я буду, использую два вида лапши. Ну, 5 или 10 минут. Открываем и промываем хорошо рис под проточной водой. Очень хорошо. То есть избавляемся от крахмала. Посмотрите, какое красиво у меня в лобио вышло. По новому рецепту турецкому. А здесь у меня нагревается сковородка. Сейчас будем готовить плов. Добавляем сливочное масло. Наверное, 1 столовая ложка. На раскаленную сковородку добавляем сливочное масло. 1 столовую ложку. И вот столько этой лапши. Добавим другую лапшу. Будем пережаривать и постоянно помешивать. До корочки. Такой коричневого цвета. Растительное масло я не добавляла в лоб. Вот такое я взяла масло. Домашнее. Постоянно надо помешивать. Так, вы видите, коричневого цвета. Не черного, а коричневого. Если включу свет, то будет шумно. Вот, видите, да? Теперь добавляем стакал хорошо помешанного риса. После того, как рис станет вот таким, как стеклянным, мы добавляем, если я взяла 1 стакан риса, добавляю 2 стакана таких плоды. Добавляем, ну, сколько там, пол ложки соли. Сейчас ждем, пока эта вода закипит и немножко испарится с открытой крышкой на огромном огне. Прошло 5 минут, вода уже почти испарилась. Вот сейчас мы что делаем? Видите, вот совсем чуть-чуть вода есть. Сейчас я уменьшаю огонь. Посмотрите, какой огонь. Самый маленький огонь. И закрываю крышкой. Так, открываем, смотрим. Смотрите, воды нет. Все хорошенько помешать. Выключаем газ и накрываем крышкой. И ждем 5-10 минут. Так, вот посмотрите, какой же плов ваш кем не помогает. Посмотрите, какой рассыпчатый. Стопроцентный результат. У вас все получится, если вы сделаете так, как я вас научила. с мяшкой. Вот, смотрите, наша еда сегодняшняя. Салат все время пользуюсь. Семена чия. Йогурт, салатик там, то все. И наш красавчик. Все, приятного аппетита. Все, пока-пока. Используйте этот рецепт по приготовлению плава. Пилав. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.